всех приветствую с вами я веган христолюб и помощь у нас с вами сегодня к вам такое вот видео такое вот слово что друг познается в беде до помощь они за праздничным столом ну или назвал я его во тьме свет ярче светит во тьме сегодня хочу поговорить очень важное слово не хочет сказать я только записал ролик о том уеду или я из российской федерации на своем основном канале я сказал что никуда не уеду буду буду в российской федерации со своим глупым злым народом так называемыми русскими где уж я буду неизвестно в тюрьме или на свободе но где-то буду и я там уже эту тему затронул по поводу знаете ну по поводу отношений вообще поддержки любви проявляемые в такие тяжкие времена которые настали и еще больше наступают и вот я сегодня хочу поговорить об этом еще побольше сегодняшнее время очень важное меня я надеюсь никто из украинцев не вздумает укорить что я вот сейчас одумался о русских там вот что-то затрепетал там нет я вы знаете с первого дня российской агрессии против украинского народа тут же тут же восстал против этой войны как и до этого всего против всех беззаконий современного режима российского путлеровского поэтому я эти претензии не принимаю но когда до русских сейчас взяли за жопу да не зашевелились да не грешники многие из них я их называю рашистами полу рашистами равнодушных людей которые ничего ничего не трогает пока не касается их собственной задницы да они такие но именно сегодня знаете иисус его ученики истины говорили что зло побеждается добро и именно вот это вот любовь жертвенная в ответ на все зло которое те делали именно она сражает человека чем она сражает его так что возможно этот человек уже покаявшись изменившись никогда не вернется на путь зла это самая сильная самая сильная стрела который стрелой любви жертвенной любви можно уязвить человека и вот ну начну я с русских вот закончу ну как всегда люби любящих вы знаете так скажем грубо на три на три группы предлагаю все отделить людей по евангелию так нам видно читается да это любящие меня это ближние тех кто встречается люди на моем пути жизни любые люди да в нужде и без нее и мои враги да и вот начну я так скажем как русскоговорящий проживающий на территории россии хоть украинцами не враги но так я говорю чтобы никто параллель не провел я хоть и говорю я тут говорю все-таки от имени расистов да вот находясь в россии вот и поговорим о любящих поэтому начнем с русскоговорящих с русских причем живущих в россии и за территорию россии вот то что сейчас в россии начинается это понятно что эти путлеровские игрушки до хорошего в игрушки это конечно сказано так не в обиду украине на 5 ведь постоянно приходится извиняться оговариваться на я надеюсь меня слушают умные люди вот все это конечно закончилось и если раньше все это были как говорится где там далеко сейчас это вошло в каждый дом и войдет дальше и дальше будет хуже 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 потому что все это будет следствием именно вот этого вот зла бесконечного зла который сидит в сердцах человеческих но в данном мире расисты конечно переплюнули всех на сегодня да вот и мне хочется прежде всего обратиться конечно к русскоговорящим живущим и в россии и за территорией россии я надеюсь что вы в этот момент особенно если вы христиане настоящие христиане понимающие что суть жизни в любви свободе вечной жизни что нет на небесах больше радости как об одном грешнике кающимся надеюсь что в эти времена вы поймете как правильно поступать конечно же игру расист они негодяи их надо обличать до украинцы которые призывают кто кто к тому же самому порой пусть даже уничтожению всех я уже обличал украинцев это тоже не есть гуд и тех самых кто угодно все остальные нации которые между сейчас расистами и украинцами да все люди мира все кто говорит что надо победить зло злом да это не хорошо и вот по поводу отношения конечно вы сами знаете как я обличаю я обличаю родственников самых близких родителей детей мне просто нету друзей знакомых соседи кого угодно всем говорю то что думаю начальники главы администрации села мне не важно кто передо мной стоит вот я тоже надо могу промолчать ничего не вы если вижу же человек тук тук откройте не думать что тут в реальности прям 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 со всеми быкую в том плане есть люди уже неадекватные просто не способны как из как павел писал никакому доброму делу да вот или просто правда тут как говоришь тупые по жизни есть такие не знаешь что же с ними делать на каком языке с ними разговаривать вот но с теми с кем ты видишь хоть какую-то малейшую надежду или в тебя просто внутри бог побуждает тебя говорит ты говоришь никогда не никак иисус сказал не противьтесь духу святому да не отвергайте его если у вас внутренне есть побуждение сотворить что-то доброе а говорение правды обличение зла это есть добро делайте этом и вот по поводу отношений сейчас вот рашисты этому кто-то ведь это даже и рашисты побежали от мобилизации от этой куда-то там за границу прятать прятаться будут сейчас в россии в то же самое то не на диване конечно поддерживали ну или как они говорят или не поддерживали было все равно равнодушно эти русско-рашистки какие-нибудь до внутренность человека он и не рашист но он и ему все до лампочки его кроме там жены мама с папой никто не интересует ребеночка своего да вот они естественно в чем этом участвовать не хотели никогда ничем этим не занимались не репостили не проповедовали потому что сами в это не и жили не живут этой жизни им ни до кого нет дела кроме как себя и вот любящих его к сожалению вот это вот то что я обличал столько лет до любовь только к любящим как иисус говорил это и грешники делают это и привело к этому любовь к любящим все больше меня никто в этой жизни не интересует вот до этого мы и докатились и я такие темные времена наоборот призываю еще больше активироваться в настоящем христианском существе своем в ком она есть кто себе считает таким и раскрыться в нем это любовь ко всему миру вот любовь она вы знаете я записал как-то прям ролик так назвал любовь не имеет весов любовь не разделяет никого для любви нету никаких больше или меньше она любит все одинаково по-разному любовь проявляется понятно в делах конкретных в природе их животным к людям к разным людям по-разному проявляется дела любви разные но смысл один ты жила шутку любовь это желание блага счастья через доставление наслаждение удовольствие какого добра это очень важно ну и в мире лежащем возле это обличение зла это этим человеку помогает что его любишь и если формулировка говорит без конкретных дел тут поступать другими так как ты хочешь что поступали с тобой никогда никому ничего не делал чего-то себе не желаешь это очень важно и вот более конкретно хочу сказать что вот все кто живут на территории россии за территорией россии кто русскоговорящий кто слышит мою речь или речь других русских конечно же в такие темные времена так как раз рашистская федерация явилась этой искрой с которой воспламенился весь мир который начала начинается третье мировое благодаря которые в кавычках мы входим по ходу в книгу откровения то сейчас сильно эти люди должны проявлять свою истинную сущность а эта сущность какая любовь любовь ко всем правильно конечно любовь если вы сейчас вот это вот сейчас конечно же уже не рашисты а именно русские хорошие русские такие как я я буду говорить на своем примере как всегда до меня за это много тысяч в комментариях кто-то там считает сколько я я за минуту сказал да иисус сказал сотворите и научите это очень важно поэтому я поняв это я всегда говорю я потому что я беру ответственность за себя я беру ответственность полностью за свою жизнь в отличие от спасенных по вере протестантов от живых крокодильных слез православных с католиками под полотенчиками у попиков да я отвечаю за свои слова свою жизнь я учу только тому что сам прошел что изведал опытом и вот сейчас в такое время во время тяжко наступает еще более тяжкие времена вы знаете я когда вот это все началось мы знаем 24 глава иисус отвечает ученикам на вопрос о последнем времени как это будет что это будет признаки твоего пришествия я же помню там сказал когда услышать о военных слухах и о войнах о всех этих я думаю там же должен быть какое-то утешение мне сейчас многие спрашивают я сам ищу что же делать чем утешится ну там же должны были как какие-нибудь слова им сказаны которые меня утешат а я евангелие знаю дословно но я знаю что их там нет но я даже обратился и думаю дай перечитаем может я что-то забыл может я что-то упустил может сейчас я когда ты в это время живешь когда эти слова актуальны ты там найдешь то что ты не нашел тогда нет скалы бы надлежит всему тому быть более того дальше еще не более неутешительные слова это только начало болезни начало страданий там синодальный неправильный период это к началу страданий вот так вот поэтому утешится нечем сейчас будут страдать все любви достоин каждый человек я хотел ролик записать о жалости грешникам я и сейчас скажу может быть я выделю может на днях запишу и такой ролик жалко ли мне грешников да когда но я сейчас кратко скажу возможно еще один отдельный ролик напишу когда есть грешник то есть творящий зло и жертва конечно же вот эти бредни я люблю всех там в каком плане ты любишь когда ты видишь жертву и насильника ты встаешь между жертвой насильником и проявляешь любовь сразу к обоим ты защищаешь жертву и пытаешься насильника привести к покаянию если стоишь в сторонке якобы ты любишь всех и не мешаешь этому процессу ты не любишь никого ни жертву ни насильника это во всем в жизни абсолютно это во всем в жизни именно так и проявляется вот это очень важно словом делом ты это делаешь не имеет никакого значения там все по ситуации когда насильник мучает жертву не есть к насильнику какая-то жалость как не год я грешников жалею но вот они такие расисты в момент когда они творят беззаконие к ним никакой жалости никакой абсолютно жалости за что мне жалеть то что он идиот ну я могу назвать эту умовой жалости я понимаю что он идет мне его жалко но сейчас мне мне жалко жертву когда труп ажор убивать животное ради куска мяса мне не жалко труп ажора чем не жалеть то да он будет в аду жарится я знаю да мне умом его сейчас жалко но сердцем тепло я вам рассказывал в чем отличается любовь к врагам любовь к любящим тот кто меня любит я испытываю к нему еще и сердечные теплые чувствуешь мне что-то делает он гладит меня по головке мне через телесные эти органы доставляет это какое-то внутреннее наслаждение пусть я не понимаю как все это происходит природно да но врага я не могу теплой любовью сердечной любить когда он меня бьет дубинкой по голове я могу лишь умом себя заставить не ответить ему и сказать если я не прав скажи в чем я не прав а если я прав то за что ты бьешь меня и не вдарить ему в ответ но теплые чувства и радости счастья не могу испытывать когда меня не доставляет боль и страдания через какие-то злые дела ко мне швабру мне в задницу засовывают я испытываю удовольствие когда меня кто-то целует и гладит что-то мне дарит до оказывает знаки внимания это очень важно понимать здесь тоже самое есть у меня жалость грешникам нет мне есть жалость крошистом которые сейчас едут эти мобики на войну на украине до украинцев убивать нет конечно но когда я если бы я созерцал его в моменте когда у него же руки ноги оторвет они у него около башки бестолковой будет лежать будь мне жалко нему он будет орать этот засунок мамочка где ты до хочу к мамочке домой конечно у меня будет к нему жалость потому что будет на сердце давить даже когда это будет делать расист когда этому расисту до украинцев будет брюхо потрошить какой-то же не особо моральные а там далеко не все идеальные будет у меня уже жалость к этому расистую конечно сердечное будет там что нормальный человек который есть бог который есть любовь в полноте достиг этого познания нас на словах и на делах не может испытывать удовольствие того что труппажору кто-то будет потрошить брюхо у меня никакой радости от того что он вчера потрошил даже свинье на то что труппажору сегодня будут за горло подвешивать и резать брюхо у меня никакого наслаждения радость не будет боль того действительно в этот момент мне будет его жалко и конечно же созерцая представь все его мучения страдания в аду когда все это зло которым делал на него обрушится в котором погрузится да и мне тоже будет жалко иисус на ослике восходя в юрусалим представив хоть он бог хоть он и бог любовь явившийся во плоти но для нас же это все оставлено специально в таких событиях да что действительно когда он созерцал разрушение иерусалима после его распятия убийства до вас плакал и сказал как я хотел бы собрать вас всех под крылья свои но вы не захотели как птицы собирают птенцов подкрыть свои как я хотел собрать вас свои объятия в свою любовь но вы не захотели ныне оставляется ваш дом ваш пуст вот это очень важно и очень важно помнить чему учил иисус очень важно помнить закон жизни да пока грешник не кается вы даете ему понятие вы его от себя отстраняете отчуждаете всячески обличаете норово учаете но как только грешник кается творит плоды достойной покаяния вы тут же упрощаете об этом учил иисус это закон блага бытия и не надо ни хав ли сомневаться что мы все это по своей жизни знали кто раскаивался и потом что кто проходил путь покаяния что все тебе еще прилетит и даже не от того до от того что ты гнобил там трупажор вегана или там вояка солдафона пацифистов это не за что когда ты раскаешься ты должен веган дальше этого трупажора ставшую веганом долбить целыми днями что вот он же сам такой был ты знаешь сколько я те страданий когда-то писал да мне гадости позорил меня сколько я испытал утерянки столько же помоев вылью нет и просто прощаешь от человека а вкусит он все то что он делал тебе конечно вкусит когда он станет на сторону веганство он испытает все это зло от других трупажоров которые сам делал другим веганом тот кто вояка станет на сторону пацифизма сам испытает от своих причем более того когда в пекле там покаяться где-нибудь возможно той же сам украине да увидит весь этот ужас увидит когда нормальных там мирных украинцев да даже пусть и некоторых этих солдатов хоть они как я вам говорю и украинские солдаты не на стороне правды все равно зло злом не побеждается это очень важно понимать вот но неважно когда он ведь все ужасы бойни до увидеть все это дерьмо военная солдафонская предательство никому ничего не надо когда он будет там целыми днями жрать и босиком по сырой земле ходить и спать в окопах когда он раскается его собственные эти сожрут он еще вкусит все что он все что он делал другим да это важно понимать но вкусит он не от вас человек пребывающий в любви он не меняется у него одна любовь и к покающему грешнику он ничего с него не требует это очень важно понимать то зло которое он творил вернется к нему не от добрых людей а от злых это очень важно причем он испытает эту несправедливость по идее тот кому он творил зло ты он даже поймет когда человек познает истину понимать что все зло к дару которому дел я даже не против чтобы не обратно вернулся от того кому я делу визлота будет возвращаться от другого человека ему-то я по идее ничего не делал он вкусит вот это когда ты желаешь добра тебе делают зло вот это очень важно понимать и поэтому естественно сегодня я хочу призвать всех кто русскоговорящих то слышит на речь кто поделится с ней с кем-то или кто своими словами будет передавать сегодня мы должны так скажем особо проявлять свою любовь именно во тьме именно во тьме и проявляется свет светит ярче на самом деле лампочка 100 ватт на и что при дневном свете что во тьме светит одинаково но как говорят фраза да во тьме свет лучше видно но это естественно как ярко светит 100 ватт на и лампочка мы узнаем только ночью в кромешной тьме одним непонятно даже светит она или нет вот именно сейчас это как иисус сказал я вам сказал что вот эти когда события все начались 24 февраля 2022 года это российская агрессия против украины у меня в голове только один был образ это когда иисус стоит в гефсиманском саду до пришли его арестовывать и сказал такую фразу что теперь ваше время власть мы это очень важно понимать вот уже словом ничего не изменить уже просто зло а поднялся на землю и теперь зло будет твориться просто вот постоянно в деятельности ничего его словом уже конечно не остановить но иисус после этого тоже что-то говорил и ударишь ему по щеке и ироду и на суде первосвященником но это уже не были полноценные глубокие по проповеди да это уже были краткие фразы вот здесь то же самое конечно и вот сейчас мы должны особо проявлять свою любовь особенно проявлять свою это время жертвенной любви время любви к врагам русских к расистам всех кого ищут прямо не касается кто живет в европе во всем мире до это ближние на их пути они им лично зла еще не делали да может те кто сейчас побежали это расисты может покаявшиеся расисты не о покаявших я не говорю да подразумевает что покаявшиеся сейчас время именно жертвенной любви это очень важно потому что по сути прощение любого человека это именно пока 6 но более того это как по притче иисуса когда шел то это самарянин добрый да он не знал кто его на его пути поэтому в принципе не знаете когда бежит русские за границы из расистской федерации какой человек в германии в англии финляндии греции он не знает кто это такой в казахстане в японии или в китае он не знает когда это добрый самарянин он не стал устраивать допрос избитому кто он что он какое зло может быть что кстати было избит и за дело может сам сначала напал ну просто как иисус говорил кто сможет ограбить если не свяжет если сам не будучи сильнее сначала не свяжет своего человека как он врага там и заберется что не есть в доме помните дает притчу здесь тоже самое может он просто не по зубам себе жертву выбрала она и кто-то там на дороге от клашматил добрый самарянин не знал то он видел человека который сейчас лежит в крови лежит избитый который нуждается в помощи поэтому всем кто я к чему сейчас веду да это пару по сути первый мой ролик который я пишу в защиту русских в современном мире да потому что русские стали изгоем по делам я не спорю по делам в массе так скажем да но в частности я не в ответе за них я жил своей жизнью я жил жизнью светя стараясь всем я сколько в россии боролся с этим патриотизмом империализмом царством вот этим кто знает все мои ролики а любви только блик к любящим я же молчу про ближних то это даже это не самая великая степень иисус об этом говорил но хотя бы так иди поступай также говорил он тем кому рассказывал эту притчу а ближний тот кто на пути тебя попался сейчас самое время самое время светить еще ярче чем и светили во времена неполной тьмы хоть какого-то света хотя бы на закате мы же армы с вами теперь понимать что мы жили на закате а теперь полная тьма вот в эту тьму будет очень видны именно дети божьи именно это жертвенная любовь будет их поражать это очень важно понимать поэтому все кто меня слушает я надеюсь что они не сойдут с этого пути истины не вздумайте всех русских поддаться вот этому вот этому духу духу злобы когда всех русских абсолютно без разбора только потому что у тебя в паспорте написано только потому что здесь жил живешь давно режим этот не сразу появился не сразу сформировался этот режим никто не выбирал ну если выбирал как его также подложили и человек не сразу себя проявляет тот же самый пукер он пришел таким божьим одуванчиком так мягко скажем кто знал что об этом человеке даже кто за него голосовал он голосовал за того путина который был 2000 девяносто девятом году который которого ельцин точно так же не зная его не зная его судьбу не зная будущего да по по советам своего окружения ну назначил своим преемником дети не отвечают за грехи своих отцов оценивать за грехи родители не отвечают за грехи своих детей дети за своих отцов никто ни за кого не отвечает мы не знаем что в будущем я об этом много раз проповедовал и до всех этих событий вот такие вот речи тогда надо было всех за души гитлера в детстве мы не знаем каждый человек остается свободным каждый абсолютно путин сегодня свободен стать путиным 2000 лет назад пукер сегодняшний имеет сегодня свободу стать путиным хотя бы 20 лет недавности это его собственный выбор каждый ушах сторону добра или зла это его личный выбор всех нас пусть даже люди которые голосовали вы знаете у меня о нем в 2000 году тоже было обычное мнение ну заменил алкаша как по моему мне хотя я ельцин тоже мало знал у меня были предвзяты к нему немного отношений что я уже когда вырос когда мы выросли и уже во дворах обсуждали политику будучи там старшеклассниками 10-11 класс кризис 99 года 98 года нас всех застал старшеклассниками когда мы там на мотоциклы копили уже какие деньги водились пытались где-то что-то копейки заработать для меня ельцин был алкашом обычным алкашом вот и все все что я уже в сознательном возрасте в его второй срок они увидел он как раз срок пришелся на мою там юность до 10 до 15 лет это не до конца справедливо конечно успелся в концовке да но начинал как и все мы начинаем за здравие путин тоже начинал за здравие мне показалось тоже могу сказать на первый взгляд муж лучше алкаша хоть языком ворочает но это разные люди и мы с вами такие же мы идем своим путем жизни поэтому не поддайтесь этому духу того что все вот просто по печати поэтому истинные дети божьи они вообще космополитично сколько я боролся этим христианством кит русская православная украинская американская зарубежная это это сколько вы знаете я груз нас с национализмом этим боролся мы русским американцы это везде мы китайцы мы японцы мы корейцы посмотрите это больно все человечество все человечество больной эти национализм какая разница кто ты ну да мы можем друг друга поделить как мы называем по-разному цветки плоды и груши яблоки овощи фрукты огурцы помидоры мы даем эти названия то что они чего-то отличаются мы даже даем разные названия сортам одного и того же казалось бы помидора но это не повод для какой-то гордости для возвышения это вообще не повод это просто название это просто различие синий цвет ничем не лучше красного красный ничем не лучше синего и не хуже него он просто цвет это неважно павел прекрасно писал об образе церкви но это образ мира мы все тело мне ноготь не мели вам и важен чем глаз рука или нос или рот или уши волосы не все важно это косточка и неважно что у меня там сколько там 30 чем-то ребер мне каждое нужно и каждое для меня важно я ни с какой частью тела не хотел бы расстаться не важно что они абсолютно разные разный функционал по-разному выглядит до разного ухода внимание требует заботы разной части моего тела ты не имеет никакого значения сколько я имею чаще пользуюсь этими или другими они все для меня важны не все имеют в по важности одинаково абсолютно значение абсолютно не больше не меньше не вздумайте сейчас потому что когда вы говорите что просто вот все русские говно или там отказываетесь помогать только по печати да это огромная будет ошибка это ваш как раз проявится национализм у которого даже может быть в себе и не думали это именно так так что вот так вот и поэтому не хочет что вот все кто находились особенно сейчас сейчас начинают тяжелые времена над помогать всем тех же самых расистов покорять надо любовью любовью как и сыграл понятно не глади них по головке а любую тогда когда они покаяться простить его тут же да и принять этого человека ему еще прилетит еще вкусит все то зло все то дерьмо как я выражаюсь которое он творил другим только не от вас не от вас он должен его вкушать от тех кто еще до сих пор сегодня грешников он вкус ты ему все ему прилетит обязательно прилетит от своих прилетит еще больше вот это очень важно а мы все должны радоваться что очередной человек встал на сторону света это боец на вашей стороне на стороне света как бы вы вчера этого труппажора не гнобили да если он сегодня стал веганом мы радуемся он встал и ты обнялся с ним уже с ним стоишь в одной шеренке защищая животных неважно сколько он до этого и кого убил мы все были как павел писал грешниками я первый из них как он писал это не важно сегодня вы на стороне света он покаялся кому много прощается тот много любит расист который покается станет еще большим светом чем многие из вас которые не были расистами чем бог чем дальше вляпываешься тем сильнее покаяние тем тем сильнее и ярче плоды покаяния это очень важно понимать тут все зеркально относительно нуля если он был супер оратором да супер там пропагандистом он пока если он покаялся реально конечно нельзя этого человека глоби гнобить там это овсянникову загнобили тогда которая на первом канале с плакатом вышла она покаялась теперь если она пустит все свои силы все свои все что она там употребляла на другую сторону так это лучше боится из вас который сидит только за компьютером до комментарии пишет пусть когда-то ее обличающие теперь не дай бог ее поливающие да вот это в комментарии пиши она известная личность стала была обладать каким-то связями так далее на другое воздействие провела и на других людей своим покаянием вот все это очень важно очень важно побеждать основная мысль сегодня конечно точку донести побеждать зло добро любовь и только правильно я об этом конечно же говорю до времени покаяния грешника вы обличаете это какой бы рашист не был если мы сегодня оторвало руки ноги действительно врач его лечат в больнице павел писал прекрасную фразу враг твой голоден напои его накорми его нет крова дай ему да в этом смысл я вам всегда рисовал сколько уже раз рисовал сегодня не буду эту эту схемку принцип законы жизни что если ты убиваешь как они там защищают якобы родину это убиваешь там врага ты самого ты идешь что убийца и его его как ты туда отправляешь и действительно он убийца тоже да он туда отправлять как ты убиваешь и ты туда же за ним и вы вместе оказывать в аду принеся себя в жертву ему ты сам отправляешь на небеса и возможно он глядя на твой поступок как мы все видели поступок христа и уверовали в нее в любовь и он уверует и он за тобой полетит в небеса раскаившись и принеся себя в жертву следующему грешнику и так по цепочке переквашивается мир в царство небесное здесь то же самое рашиста нельзя убивать ему на его надо привести к покаянию бог не хочет смерти грешника запомните это это не просто слова вот сколько знаете вот до этих событий всех произошедших сколько меня окружал так называемых христиан да все вы любили библию перечитывать а где же а деятельное и и воплощение а где вот эти слова вы считаете что украинская армия хорошо делает защищая родину я об этом я обличал всю жизнь у меня ролики посмотрите шестилетней давности самой первой беседы я показывал что никого патриотизм никакой защиты родины вообще армия это это от зла нет никакой это это не согласуются вообще с христианством бог не хочет смерти грешника они грешники вы же сами ведь они злодеи они расисты вы сами подтверждать и написано бог не хоть уж бог есть любовь то что вы пошлете в ад или он переродится в новой жизни это ничего не даст его надо сегодня в этой сознательной жизни пока он это зло натворил привести к покаянию это очень важно понимать да не гладим по головке до обличая но ты его кормишь кормишь и обличаешь минимум минимум плотской любви вот это это сохранение жизни обеспечение этой жизни да и что знает сколько таких людей знаете я конечно радаешь когда смотришь и есть такие реальные факты вместе документальные фильмы сейчас истории для нас это жизнь окружает если бы мы хотели это были бы истории реальной жизни нас с вами вокруг я какую-то историю знал где там я сейчас общем нарисую я точно уже не помню где грубо говоря но там вот так получилось что за чуть минут как бы за офицером ссс до фашистской германии в оконцовке в старости ухаживал вплоть до того что чуть не тот кто с ним в концлагере был еврей да там какой-то гонимый человек и вот это его просто сразила понимаете вот когда он об этом узнал до что а тот пом тоже знал ну хорошо такое знаете да вот именно такие истории и действительно это меняет людей до такой немногие способны к такому призваны абсолютно все к сожалению немногие способны и такие случаи нам кажется из ряда вон выходящими но иисус умер не за праведников а за грешников иисуса кто убивал не рашисты что ли такие же рашисты иудейские иисус уничтожил хоть одного из них хоть один пупал замертво от его взгляда он начальник жизни как петр сказал он бог сошедшие с небес воскрешал одним словом своим укрощал природу изгонял бесов одним повелением да никто к нему не прикоснулся это очевидно это очень важно принять если вы христиане то очень важно принять своей жизни учение евангелия иисуса о том что бог абсолютная любовь и к любящим конечно да но на этом не останавливается к ближним безусловно но высшая степень любовь к врагам жертвенная любовь и поэтому к украинцам тем же самым есть нормальные русские с ними надо общаться поддерживать связь мы вместе должны попытаться это это зло сколько можно людей спасти да на сторону света отправив открытием дорогу в небесное царство словом делом к рашистам соответствующие отношения не желать им смерти а желать их покаяния очень важно не покаяться если ты ему кол в голову вобьешь и он к отцу своему дьяволу отправиться каким образом ты пришел к покаянию христианин ты нет забудьте об этом может куда угодно ходить кем угодно именоваться какие угодно кресты вот такие носить или как у меня быть на ту и ту ровно на груди он ничего не значит это плоть все уйдет даже мои татуировки за которые многие переживают что я за них воду буду жариться все это тленное все это растворится можно себе чем хочешь обрисовать чем хочешь облепить какие угодно куколи на голову понаставлять вот с такими вот распятиями это ничего не даст каждый судится по делам эти дела будут открыты не виде количества а виде сущности ваши которая проявлялась в этих делах дела лишь свидетельствует о том что нас внутри со мной перестали общаться все украинцы я заметил вот все чем я некоторым написал что-то случилось я знаю что случилось и мне понравилось мои речи они христиане веганы некоторые но они не готовы принять истину эта ситуация показала кто они есть они сдулись они не готовы они видят все это не готовы принять вот так вот вот такого вот мы словом когда ты это я тоже вел такую картинку да ты не можешь изменить весь мир помогая одному человеку но мы это может изменить весь мир твое доброе дело этого одного человека это гениальная мысль да весь мир мы не изменим это просто в конце как всегда ободрящего кого-то пускать с руки меня тоже пускает что у меня аудитории 10 человек столько лет на ютубе сток страданий сток столько стараний страданий да что они дали такой результат еще не знаю какой там результат кто там кого заразил любовью до до кого это долетело может до какого-то самого президента я не знаю мне кажется результат вот такой хочется верить что я ошибаюсь какой результат где эти где эти любящий врагов их нету могу ли я изменить весь мир нет но я могу изменить мир одного человека я стараюсь стараюсь все равно чего всем вам и желаю господи Продолжение следует...